Девушки отдыхают С одной стороны все, с другой стороны мир без изнанки, так и вышивка без изнанки, так и дальше вышивали. Чтобы мокрозум развивался, надо думать о том, что с изнаночной стороны делаешь. Ты ищешь с правой стороны, а про удар-то не забываешь, чтобы с левой стороны сразу была правая сторона, а не потом. Вот и вышиваешь, так чтобы как, чтобы про обратную дорогу не забыть, еще туда, а обратно возвращаться, так уж все, узор получился. Вот сейчас обратно я возвращаюсь, эту дорожку-то сделаю, мы поглядим, как раз и будет обратно лицевая сторона. А туда шла, так дорожку как бы сделала вот по-другому. Вот сейчас вот еще так закончу, могу закончить узор такой. По четыре ниточки считаешь, придерживаешься уточкой и основы, поэтому стежочек ровненький, никуда не съезжает. Как ровно на фабрике наткали, так ровненько теперь и вышивается. Продолжение следует... Я вам уже второй вариант показываю, как одну клеточку можно и так сделать, закрыть и по другому закрыть. Поэтому первый раз вы снимали, это был один вариант, а сейчас другой вариант. Кто разбирается в вышивке, так увидит, что там был опять, клеточка села так, а здесь по другому, сразу закрывается. Потому что первый вариант, я шагнула вверх, не вернулась, закрыла первую часть квадратика, и потом вторую часть квадратика опять шагнула, опять закрывала. А сейчас я туда прошагала, а обратно уже сразу закрываю квадрат. Субтитры создавал DimaTorzok